Осенним утром в лесу хочется искать грибы, но волонтеры и экоактивисты под деревцем находят то, что для природы не во благо. Найденное «добро» в кавычках они собирают экощипцами и отправляют в мешок. Центр чистой природы 12-15 провел арт-субботник на берегу Учи. Это не просто уборка природной территории, это целый перформанс. Волонтеры и экоактивисты могли убрать мусор, пообщаться, вкусно перекусить, а после развлекательная программа. Арт-субботник как раз и состоит, что сначала мы убираемся, а потом уже вместе разнопланово проводим время. То есть у нас могут быть и лекции, и какие-то занятия вроде йоги, гимнастики, мастер-классы, по экопросвещению тоже, различные лекции. Такие акции от этой экоорганизации в нашем округе проходят не в первый раз. Уже была уборка в Правдинском, в Суходольском заливе и на пляже Тишково. Центр чистой природы 12-15 заботится о природе, занимаются лесовосстановлением, ведут просветительскую работу, направленную на экопросвещение и экологизацию бизнеса. В нашем округе акция стала возможна благодаря Валерии. Она, житель Пушкина, и увидела место, которое пользуется популярностью у жителей, но не все хотят забирать мусор с собой. А самое обидное, что при всем этом мусоре, который остается, там полно лежит пакетов магазинных. Дорогие родители, вот просто имею случай обратиться к родителям. Вы пришли посидеть и отдохнуть, но у вас есть магазинные пакеты. Соберите остатки в эти же пакеты. На выходе стоит контейнер. Вот вы понимаете, как обидно мне, которая проходит мимо контейнера, радуется, что городское хозяйство заботится, да, глава города и его округа заботится о нас, чтобы у нас было куда вынести наш мусор. Но люди не хотят этого делать. То, что бросили люди, убрали экоактивисты. И не просто собрали в кучу, а сортировали по пакетам. После все пригодное сырье пойдет на переработку. Экоактивисты приехали даже из других регионов и Москвы. Потому что миссия не убрать там, где живешь, а в общем помочь природе. Мне просто нравится атмосфера вот этих мероприятий. И она мне, ну, она мне подходит, скажем так. Это, ну, как бы для себя я не вижу причин, чтобы не убирать. Вот и все. А убраться, ну, как бы, ну, вот, например, если у вас или не у вас, у кого-нибудь дома грязно, ну, убраться же нужно. Вот, собственно, по такой же аналогии. Акцию поддержали местные. Общественная палата округа, творческие многодетные семьи. Они тоже проводят экологические акции типа эко-перезагрузки. Помимо этого устроили креативные фотозоны. После уборки обед и вечер у костра под музыку. Для эко-волонтеров суббота прошла продуктивно. Анастасия Спирина, Евгения Коломец, Яков Глэйзер. Новости Большого округа.